здравствуйте друзья и в этом ролике я постараюсь вам рассказать как подсоединить второй дисплей к вашему персональному компьютеру как видите у меня уже стоит один большой 27 дюймовый дисплей ну или монитор и сегодня как я уже сказал расскажу вам как подсоединить вот такой вот маленький 19 дюймовый дисплей ну подсоединять естественно можно любой дисплей так рассказываю как так прежде всего вам необходимо будет обратить внимание на и так прежде всего вам необходимо будет обратить внимание на порт который у вашего дисплея будет в данном случае на у моего маленького 19 дюймового дисплея старый разъем вга и и поэтому вам необходим будет вот такой вот переходничок с вга на 9 иногда он идет в комплекте с видеокарты как данном случае вот данный переходник шел в комплекте с видеокарты показанную прежде это видеокарт gtx 650 и и так подсоединяю переходник тут необходимо будет его прикрутить эти мои видеокарты gtx 760 2 9 разъема расположена вертикально то есть они друг над другом и у меня еще здесь стоит выше вай фай так подсоединили можно закрутить ну и далее включаем наш персональный компьютер и так мы на нашем рабочем столе нажимаем правой кнопкой и выбираем персонализация нажимаем правой кнопкой и выбираем разрешение экрана как видите у нас уже первый монитор определился как первый именно а второй как второй значит причем абсолютно определить даже название как видите вот именно второй это сим мастер ну и так что можно сделать во первых можно поменять местами допустим если ваш вот этот вот дисплей или монитор стоит будет ставить слева то надо просто вот так его перетащить влево раз и теперь значит нажать применить и как видите теперь если мышку я буду водить влево вот так то появляться на соседнем мониторе она будет именно справа вот она появилась и идет именно вот отсюда и так же обратно если я его так завожу то здесь она появляется уже с этой стороны вот это далее потом как вы понимаете вот этот монет сам мониторчик сейчас вернем его обратно сам мониторчик может быть на разном уровне то есть допустим если он с верхним уровнем допустим сейчас я не так опущу с верхним уровнем и как видите можем вот этот второй дисплей взять куда-то его перемещать и вот так переместить его на самый верх это говорит о том что если вы мышку будете ввести именно по верху то чуть не появляется а нажимаем применить если мышку вы будете ввести именно сверху вот так то она также будет отображаться на совсем на соседнем дисплее вот так вот справа раз появилась здесь потом но однако если мы будем мышь перетаскивать внизу вот так пытаться то мышь пропала здесь уже а здесь она нигде не появляется вот то есть как видите на одной линии вот она проходит и вот здесь вот исчезает и появляется абсолютно в том же месте соответственно далее что можно сделать допустим вот мой значит вот этот основной дисплей мы можем сделать сейчас я вам заодно и продемонстрирую его можно переворачивать допустим сделать ориентацию не альбомный ну допустим если бы у нас вот во первых зайдем на него в первый дисплей значит допустим если допустим это второй дисплей то он может быть маленьким да и обычно маленький дисплей переворачивают вот так вот вертикально чтобы он был как бы вровень с высотой вот данного вашего основного большого дисплея но у меня данный маленький не переворачивается переворачивается вот этот большой и сейчас я расскажу как значит настроить как это сделать во первых ориентацию надо выбрать именно портретная перевернутая так нажимаем применить и так друзья вот я перевернул свой дисплей и теперь можем вот так вот наслаждаться его таким вот видом значит как видите ну нужно очень длинный аж просто не ожидал что будет таким прямо такого вида и соответственно что теперь можно сделать как видите он на первом месте справа у него вот этот маленький дисплей соответственно тут уже логично было бы 2 дисплей перевер перетащить вниз потому что ну маленький никак не может быть на уровне наверху да или даже посередине вот связи со своими габаритами далее но я думаю что вы уже поняли логику что здесь может располагаться могут располагаться дисплеях можно перетаскивать значит их можно как вертикально так и горизонтально перетаскивать относительно друг друга соответственно выбирать их смотреть значит выбирать как они какой из мониторов ну или дисплеев будет в перевернутом виде вот как в данном случае у меня произошло с моим основным дисплеем вот какой будет нормальным у кого будет ориентация альбомная у кого портретная или перевернутая и так далее также как видите один может быть основным дисплеем вот как в данном случае у меня первый основной и на нем циферка 1 значит что тут можно если вы запутались какой относится какой основной какой нет значит можно просто нажать кнопочку определить и как видите циферка 2 на втором и циферка 1 на первом поэтому вы никогда не запутаетесь вот ну вот собственно и все кстати я немного удивился с на старый вот этот вот старый дисплей он от самсунга до 19 дюймов показывает чуть ли цвета ну на мой взгляд чуть ли не лучше чем вот этот современный хиллд пакард вот совсем не дешевый так сказать ну вот собственно и все друзья значит вот так просто настраивается подключается два дисплея к сожалению у меня должно было быть все наоборот а значит основной вот этот большой дисплей должен быть нормальном виде да а второй вот так перевернутом и соответственно ну получилось так как получилось зато я вам показал как делать значит перевернутый экран или ориентацию портретную вот такой вот надеюсь вам видео было полезно всего доброго до свидания да и вот что я заметил пролистывать что-либо в интернете на данном точнее в данном в таком виде намного удобнее вот что я заметил пролистывать что-либо вот что я заметил пролистывать что-либо в интернете на данном в интернете на данном в интернете на данном в интернете на данном в интернете на данном